Природа удивительна. Она дарит нам все, что необходимо для здоровья. Нужно только знать, что брать и как использовать. Исландский мох известен своими свойствами с давних времен. На самом деле, это обычный лишайник многолетний, и распространен он не только в Исландии, но и в Азии, Австралии, Африке, в северной части Европы. Исландский мох не растет в условиях плохой экологии, что помогает определить состояние атмосферы и наличие токсичных веществ в почве. Он содержит богатый набор полезных веществ, таких как полисахариды, углеводы, белки, жиры и витамины. Например, полисахариды, содержащиеся в исландском мхе, могут иметь иммуномодулирующие свойства, то есть они могут помочь укрепить иммунную систему и повысить ее защитные свойства. Кроме того, исландский мох может обладать противовоспалительным действием, что может быть полезно при лечении заболеваний дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. В косметической промышленности исландский мох используется в качестве натурального ингредиента для ухода за кожей. Его экстракт помогает увлажнить кожу и улучшить ее текстуру, а также уменьшить проявление воспалительных процессов и раздражения. Исландский мох также широко используется в пищевой промышленности. Его добавляют в продукты для придания им вкуса и аромата. Кроме того, этот мох может использоваться как заменитель красителей и ароматизаторов в пищевых продуктах. Его используют в качестве абсорбента для очистки воды, а также для производства травяных чаев и настоек. Отвар из исландского мха обволакивает поврежденные стенки желудка и способствует выработке желудочного сока. При этом вещества, содержащиеся в лишайнике, приводят к успокоению кишечника. Кислоты, которые содержатся в этом растении, помогают организму успешно сопротивляться кишечным болезням, отравлениям и болезнетворным микроорганизмам. В борьбе с бронхитом рекомендуется заваривать отвар для лучшего усвоения и целенаправленного действия на очаг инфекции. Большое количество полезных микроэлементов, которые содержатся в растении, помогают восстановить мышцы, снимают усталость, обладают тонизирующим эффектом и лечат дистрофию. Стоматологи рекомендуют полоскать рот и пить исландский мох при стоматите и заболеваниях полости рта. Природный антибиотик справится с целым рядом бактерий и будет полезен при воспалении. Интересно, что рекомендуется просто положить кусочек лишайника в рот и рассасывать его в течение дня. Если поблизости натурального растения нет, то можно воспользоваться и таблетками или постилками для рассасывания. Своими природными свойствами исландский мох напоминает ежевику. Полезные свойства ежевики в борьбе с бактериями и воспалениями давно доказаны врачами. Традиционная медицина рекомендует отвар из ежевики и исландского мха для борьбы с простудой, гриппом и кашлем. Лишайник широко используется для профилактики таких болезней, как эндемический зоб, а также, когда необходимо повышать уровень йода в организме. Исландский мох используется в качестве самостоятельного лекарственного средства. Также он часто находится в составе БАДов и гомеопатических препаратов. А еще он помогает повысить уровень йода и заняться профилактикой болезней сердечно-сосудистой системы. Следует отметить, что при простатите и других заболеваниях мочеполовой системы у мужчин, врачи рекомендуют использовать это растение не только для лечения, но и в качестве профилактики заболеваний. Защитить мужскую силу помогает усниновая кислота. Она не только стимулирует работу простаты, а еще и помогает заживлению ран. Врачи рекомендуют использовать исландский мох в качестве дополнительного средства при лечении геморроя. Лишайник обволакивает пораженные участки благодаря крахмалу и дубильным веществам, смягчает боль и обеззараживает рану. Та же кислота уже более двух веков успешно борется с туберкулезом, астмой и бронхитом. Он смягчает слизистую, способствует отхаркиванию и предотвращает распространение палочки, коха и многих других бактерий, которые провоцируют заболевания полости рта и легких. Благодаря высокому содержанию крахмала и тому, что растение обладает антибактериальными свойствами, исландский мох можно использовать как антисептик и применять при ожогах, кожных заболеваниях и порезах. Исландский мох оказывает сильное успокаивающее действие на легкие и особенно поможет курильщикам или тем, кто пытается завязать с этой вредной привычкой. Как любое лекарственное средство, исландский мох имеет свои противопоказания. Если злоупотреблять постилками или отварами, возможны проблемы с кишечником и тошнота. Целебный лишайник, несмотря на все свои полезные свойства, не является панацеей от всех болезней и лучше всего проявляет себя в качестве профилактического средства или дополнительного препарата. Особенную осторожность следует проявить беременным женщинам, женщинам в период лактации и маленьким детям. Если у вас слишком активный кишечник, панкреатит, гастрит или проблемы с запором, лучше отказаться от использования. После операции на кишечнике или желудке строго не рекомендуется принимать исландский мох. Соли и плохо усваиваемые углеводы могут нанести вред пищеварительной системе. Нарушения инструкций и передозировка могут привести к тошноте, диарее, тяжести в области печени и болям в желудке. При запорах спастической системы, заболеваниях аутоиммунного характера, холецистите и особенно при гипертермии употреблять исландский мох также следует осторожно. Необходимо также отметить, что исландский мох не является чудо-лекарством и не может заменить полноценное лечение, рекомендуемое врачом. Большое спасибо за просмотр! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова